МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты первого карагандинского телеканала и я, Гульмур Жакен. Сегодня в программе. История со счастливым концом. Инвалиды-регрессники получат 60 миллионов тенге от артиллор Миттл Тимиртау. Какие еще проблемы у шахтеров? Ни в России, ни в Узбекистане, ни тем более в странах Европы нет ограничения возрастного. То есть на гробовой доске, простите меня, он получает выплаты по регрессным искам. Более 100 миллионов тенге было похищено из государственного бюджета в 2015 году. Заказ на 3,5 миллиона тенге выполнили осужденные на своем производстве. Обо всем более подробно. Регрессники получат 60 миллионов тенге от артиллор Миттл Тимиртау. История шахтеров, около года не получавших выплаты по инвалидности, закончилась счастливым исходом. Руководство градообразующего предприятия Тимиртау все-таки выплатит деньги. Сумма составила около 60 миллионов тенге. Но проблемы регрессников на этом не заканчиваются. Какие еще трудности их сопровождают, не осталось за кадром сюжета Айма Мориной. Ни в России, ни в Узбекистане, ни тем более в странах Европы нет ограничения возрастного. То есть на гробовой доске, простите меня, он получает выплаты по регрессным искам. Владимир Грачев – инвалид-регрессник. Свою травму он получил на производстве, с тех пор прихрамывает. Около года его семья жила на минимальную зарплату. Новость о выплате денег его обрадовала. Но Владимир Федорович не скрывает и другие наболевшие вопросы. Это прекращение выплаты регрессных денег по достижении пенсионного возраста и неудобное медицинское обслуживание его сотоварищей. И только у нас единственная страна, где будут снимать нас. И уже снимают. Очень актуально это медицинское обслуживание. Причиной задержки выплат стал спор руководства Арселор со страховщиками. Ранее компания заключила договор с ними, перечислив деньги на выплату регрессных. Но из-за поправки в законодательстве от 10 мая 2015 года, согласно которой инвалидам производства компенсацию по возмещению вреда здоровья выплачивает работодатель, выплата денег была остановлена. Ни страховая компания, ни Арселор Миттл Тимиртау отдавать долги не спешили. Я все еще уверен, что выплаты должны были производить страховщики. Но раз уж мы взяли обязательства на себя, то выплатим 60 миллионов сами. Они начнутся 1 апреля. А о сохранении регрессных выплат на пенсии мы пока думаем. Нужно просчитать юридические тонкости. Также он отметил, что спор между страховой компанией еще не решен. Напомним, около 700 инвалидов не получали выплаты около года. Все они потеряли от 5 до 29% трудоспособности на предприятии. В декабре 2015 года регрессники устраивали акции перед зданием Акимата Карагандинской области с требованиями выплаты. Позже прокуратура сообщила, что в адрес Арселор Миттл направлено представление инспекции труда об устранении нарушения законности. Выплаты возобновились благодаря вмешательству Акима области. Он обещал и дальше держать дело на контроле. А имам жена Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. В Карагандинском регионе поддержали 8 бизнес-проектов. В областном Акимате состоялось очередное заседание Координационного совета по реализации государственной программы индустриально-инновационного развития. Поддержку получили предприниматели, которые развивают свой бизнес в сельском хозяйстве, в сфере дошкольного образования, оказание услуг гостиницами, производство готовых металлических изделий и одежды. Лариса Хусаинова с подробностями. Одобренные проекты предпринимателей области позволят обеспечить объем инвестиций в размере около 150 миллионов тенге. При этом будет создано 47 и сохранено более 400 рабочих мест. Одним из интересных проектов можно отметить инициативу предпринимателя по созданию производства бесшовной одежды в Караганде. Фирма Панов ИК получила поддержку на субсидирование кредита для приобретения кругловязальных автоматов. Также заместитель Акима области Ануар Ахмеджанов предложил предпринимателю расширяться сразу и арендовать помещение большего размера. «Посмотрите, вариант есть, мы можем там, условно, даже в аренду наследить территорию, ну, в смысле, помещение готово, мы туда машину поставим. То есть, приемы, мы можем сделать, посмотрите, да. У нас же там на Балансе есть тот же административный центр, ну, далекие мы, вообще, и мы все там. Машины свистают и производят, там, условно. Вот ДМСС заполнится, приматки готовы. И сырье пусть завозит без таможенной машины». Предприятие планирует выпускать такую продукцию, как нижнее белье, спортивные футболки, топики, леггинсы и другое. Сырье используется зарубежное. Это Польша, Италия и Турция. Директор фирмы Юрий Панов отметил, что данное предприятие позволит расширить рынок отечественного производства. «Объем указан в услугу за 2015 год 29 миллионов тенге. Средняя зарплата 50 тысяч рублей. Численность работников, по данному, 3 человека. Производственная мощность, приобретаемая аппаратом 200 изделий в день». Кроме этого, были поддержаны проекты по открытию фитнес-центра в городе Балхаш, по модернизации и реконструкции санатория «Березники», модернизации котельного оборудования гостиницы «Турист» и открытию детского сада «Айала». Дошкольное учреждение будет расположено в микрорайоне Кунгей и рассчитано на 50 мест. Также на заседании обсудили вопрос расторжения договора о предоставлении гранта предприятию «Сурет». Производство занимается тиражированием и репродукцией картинных холстей и изготовлением багета. Комиссия решила дать еще один шанс на развитие творческого бизнеса. Ануар Маратович предложил членам комиссии заказать по одной картине и таким образом поддержать предпринимателя. Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. За 2015 год из государственного бюджета было похищено более 100 миллионов тенге, возмещено около 50 миллионов. Служба экономических расследований Департамента государственных доходов по Карагандинской области в сфере хищения бюджетных средств отчиталась о проделанной работе за прошедший год. Подробности далее. В производстве находилось 104 уголовных дела, в том числе при осуществлении государственных закупок 60 уголовных дел. Из них 22 дела выявлены оперативным путем. Окончено производством 81 уголовное дело, 55 направили в суд. Прекращено по нереполитирующим основаниям 26 уголовных дел. По данным уголовным делам выявлен ущерб в сумме 108 миллионов тенге. Из них возмещено 53 миллиона тенге. Арестное имущество наложено в сумме 20 миллионов тенге. Так, пресечена деятельность преступной группы Таулеева, Амренова, Келеева и других лиц, которые совершили хищение бюджетных средств в 43 государственных учреждениях на сумму свыше 28 миллионов тенге. Закончено заключением процессуального соглашения уголовное дело в отношении директора средней школы номер 47 по факту хищения бюджетных средств в размере более 2 миллионов тенге. Прекращено по нереабилитирующим основаниям уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Костройсервис-2014» по факту хищения денежных средств в 8 государственных учреждениях. Руководитель управления расследования правонарушений в финансовой сфере Нагмеш Айдахов рассказал журналистам о задачах, которые стоят перед ними. Служба экономических расследований на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение и выявление фактов хищения бюджетных средств. Лариса Хусейнова, Сламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Впервые в Караганде. Выставка экзотических животных. Ежедневно с 3 марта по 2 мая. Торговый центр City Mall. Третий этаж. Ограбившие торговый дом Алем преступники засняты на видео. Запись сделана на камеры видеонаблюдения магазина. Грабители были в белой спецодежде и масках. Напомним, ограбление произошло 28 марта в вечернее время. Из 12 бутиков были похищены золотые украшения и парфюмерия. Сейчас дело расследуется оперативниками. Грабители разбили входные двери. На видео отчетливо видно, что преступники не спешат. Сумма ущерба по подсчетам владельцев бутиков 226 миллионов. Самое интересное, что вместе с преступниками исчез и охранник торгового дома. По словам администрации магазина, у мужчины были безупречные рекомендации для работы, опыты и положительные характеристики. Пока его местонахождение неизвестно. ДВД данный факт не комментирует. Осужденные исправительных учреждений Карагандинской области оформили ИП и наладили собственный бизнес. В исправительных учреждениях поселка Долинка состоялась настоящая выставка продукции, изготовленной осужденными. В АК-159-20 выставили лишь малую часть. Одно из уникальных производств, продукция которого особо бросается в глаза разноцветностью, налажено в АК-159-6. Это изготовление дезинфицирующих средств, моющих, чистящих, всевозможных гелий, мыла и порошков. Подробности у Аймамрины. Септолис плюс и септолис порты. Это дезинфицирующие средства. Здесь представлены концентраты 5 литров. Разводится этот концентрат на 50 литров воды. Аналогов дезинфицирующих средств нет в Казахстане, заявляют работники зоны. Начали выработку в прошлом году. Осужденные уже выполнили крупный заказ на 3,5 миллиона тенге. Они поступают через государственные тендеры. А в АК-159-7 поражает промышленная зона по изготовлению металлоконструкции. Здесь трудятся порядка 50 человек. Продукция самая разная. Урны для мусора, железные лавочки, качели, аттракционы, вышки, памятные кресты, оградки, заборы и еще не один десяток наименований. В 2015 году они реализовали товары на 115 миллионов тенге. В этом году тоже нехватки в спросе нет. Ведь себестоимость продукции позволяет сэкономить. Каждый работник получает здесь около 20-30 тысяч тенге. Этими деньгами они погашают судебные иски. Бизнесом, как оказалось, можно заниматься и за колючей проволокой. Это доказал Артем Забара. Он отбывает наказание за распространение наркотиков. Ему 34 года. За стенами исправительного учреждения он провел уже 3,5 года. Осталось еще 8. Мужчина, по его словам, осознал свою вину и понял, что нужно начинать жизнь заново. Поэтому и решил наладить бизнес. Здесь рабочие места. Здесь есть потребность того, чтобы оплачивать исковый. Помогать где-то в семье, где-то обеспечивать себя на собственные нужды, личные потребности. Конечно, есть. Опыта у него достаточно. Раньше на воле он занимался изготовлением корпусной мебели. В тюрьме решил продолжить это дело и открыл собственный мебельный цех. Артем зарегистрировал ИП и наладил связь с посредником, который подписывает контракты с заказчиками на свободе. Самая главная задача – это реализация рекомендаций второго форума, проведенной Генеральной прокуратурой страны, по обеспечению трудозанятности осужденных. Я приводил вам цифры, что объем выпускаемой продукции осужденными в исправительных учреждениях Каролинской области составило в прошлом году 380 миллионов тенге. Также в этом исправительном учреждении есть цеха по изготовлению хлебобулочных изделий и производству молочной продукции. В них трудятся заключенные. По словам одного из них, труд помогает не сойти с ума. Ведь в тюрьме время идет не так быстро, как на свободе. Услышав, что открывается пекарня, он сам вызвался работать. Навыки пекаря он перенял от своей мамы. Она работает кондитером. Все эти предприятия начали работать при поддержке областной прокуратуры. Сегодня в исправительных учреждениях уже открыто 15 новых предприятий. В них инвестировано более 90 миллионов тенге. Трудоустроены более 100 человек. Осужденные изготавливают разные предметы. Вот это гель для мытья посуды. Их продукция реализуется во все уголки нашей страны. Аймамрина, Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О других новостях. Антибиотики в Казахстане будут продаваться только по рецепту врача. Фармацевты и медики поддерживают данную инициативу. Они считают, что самолечение антибиотиками может привести к тяжелым последствиям. И только врач вправе принимать решение, назначать их или нет. То, что многие препараты отпускаются по назначению врача, прописано в Кодексе здоровья. В течение последних двух лет действовал мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. Но с этого года власти решили навести порядок. В связи с плановыми и внеплановыми проверками выяснилось, что не все аптеки соблюдают законные требования. Руководитель областного комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Каиржан Мабиев рассказал о последствиях самолечения. Только за последний 15-й год у нас более 800 человек поступили с отравильных лекарств в Центр токсикологии, начало областного медицинского центра. Что увеличилось количество, допустим, у нас больных, которым врачи, допустим, не могут помочь, потому что у них нет чувствительности к антибиотикам. Некоторые горожане уже привыкли ходить в какую-либо одну свою аптеку. Для знакомых фармацевтов вместо врачей дают рекомендации по применению лекарств. Но теперь ни по знакомству, ни по старой дружбе нельзя будет купить лекарства, которые отпускаются по рецепту врача. В аптеках регулярно будут проводиться проверки. При выявлении фактов продажи лекарства без рецептов, фармацевтов и руководители аптек будут штрафовать. Минимальное наказание – 100 месячных расчетных показателей. А это более 200 тысяч тенге. Имеется безрецептурный отпуск. Лекарственные средства – это те лекарства, которые не имеют побочных действий, которые не такие химические соединения, которые нужно обязательно назначению врачей. Это, допустим, можно сказать, как обезболивающие препараты, типа аналгина, цитрамона, допустим. Те вопросы, как ибобруфена, какие-то жаропонижающие средства, какие-то микстуры, все это можно, конечно, там, типа для улучшения пищеварения, допустим, как фистал, это все можно, конечно, купить без рецепта. Многие карагандинцы уже привыкли к тому, что могут без проблем и без рецепта врача купить любые лекарственные препараты. Мы решили узнать, что об этом думают горожане. Врачи утверждают, что заниматься самолечением опасно для здоровья. Перед применением необходимо проконсультироваться у специалиста. Рецепт врача после покупки пациенты могут оставить у себя и использовать его в течение года. Рецепты на психотропные или сильнодействующие препараты одноразовые и остаются у фармацевтов. При срочной необходимости каких-то лекарств нужно вызвать скорую помощь, чтобы правильно диагностировать болезнь. Бессистемное лечение антибиотиками приводит к тому, что человек не вылечивает свою болезнь, а заглушает ее. Как следствие, сложности в диагностике. Лариса Хусейнова, Исламбек Оспан, Александр Сирикидзе, 1-й Карагандинский. Звезды зажигают будущих звезд. В Караганде продолжается 20-й областной конкурс молодых исполнителей и ведущих шоу-программ «Жасканат». В конкурсе принимают участие представители всех регионов Карагандинской области. Кто же станет победителем на этот раз? «Жасканат» проводится с 1996 года. В этом году 20-й юбилейный конкурс. Для молодых исполнителей и ведущих шоу-программ предусмотрено много сюрпризов. «Жасканат» 2016. За годы проведения конкурса было открыто целое созвездие талантливых певцов, как Кайрат Байкенов, Роман Ким, Динара Турлина, Юлия Штыкова и другие. Перед началом конкурса прошла пресс-конференция с участием известного казахстанского композитора, исполнителя и музыканта Ерлана Кокеева. Глядя в глаза нашему сегодняшнему конкурсанту, очень хочется, чтобы каждый из них реализовался. Караганда всегда была есть и отличается своей культурной частью. Именно им удается реализовывать конкурсы областного масштаба, именно масштаба республиканцев. Куляш Шаршанбаева – студентка первого курса Карагандинского государственного университета имени Евнея Букетова. И хотя девушка обучается на факультете иностранных языков, музыка занимает в ее жизни важное место. Для исполнения в конкурсе Куляш выбрала песню Жанар Дугаловой «Знкориа». Хотелось бы исполнить эту песню так же, как она, со всем сердцем к своей родине и передать дух этой песни. Напомним, конкурс «Жас Канад» состоит из двух этапов. В первом туре участники исполняют патриотические песни, во втором выбирают песни на свое усмотрение. В завершении пройдет гала-концерт с участием лауреатов прошлых лет и церемония награждения победителей. Екатерина Афанасьева, Жаксолок-Нуртай, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. И еще об одном. В стенах областной юношеской библиотеки имени Жаика Бектурова состоялся юбилейный вечер молодежно-интеллектуального центра «БОТА». Постоянные читатели посвятили заседание памяти основателя «БОТА» Мартпеку Токмарза. Аббревиатура названия центра расшифровывается как «Знающий, мыслящий, предприимчивый и находчивый». Молодежный центр начал свою работу в 1996 году, но тогда он был просто клубом. В 1998 году ему официально присвоили статус молодежного центра. Вообще надо сказать, что 2016 год для нашей библиотеки очень такой примечательный. В каком плане библиотеке исполнилось в этом году 40 лет. И один из самых больших таких удачных результатов нашей работы это молодежный интеллектуальный центр «БОТА». В центре ребята овладевают навыками модератора, спикера, шоумена, а также пробуют свои силы в интеллектуальных играх и дебатах. По сути, «БОТА» стал своеобразной площадкой для апробации новых, интересных для молодежи массовых форм работы. Одним из основателей «БОТА» был Мартбек Токмарза. Мартбек Токмарза был журналистом, сатириком и педагогом. На протяжении всей жизни интересовался литературой и поэзией. Конечно, мы сейчас очень гордимся тем, что вот такие люди, как Мартбек Токмарза, потому что они были у основания, стояли этого большого фундамента, и поэтому, наверное, ребята продолжают традиции, добрые традиции тех первых ребят, которых мы называем любовно-бутанайцы, и ребята, конечно, продолжают эти хорошие традиции. И надеемся, что среди наших читателей будут такие же талантливые, как Мартбек Токмарза. На юбилейном вечере присутствовали деятели культуры шахтерской столицы, родственники и друзья Мартбека Токмарза, учащиеся школы, высших учебных заведений, а также любители литературы и постоянные читатели библиотеки. Воспитанники центра БОТА подготовили увлекательную концертную программу, где читали любимые стихотворения, отрывки прозы автора Мартбека Токмарза. А сердце Замбаева и сломбекоспана Александр Цирикидзе, первый карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин